Доброго здоровья, мальчики и девочки. Хотел побегать с шейдерами, но возникла маленькая проблема. Красиво. Но! Меня преследует тень. Куда бы ни пошел, тень за мной. Что это такое? Как от него избавиться? Черт его знает. Может кто подскажет. Потому что я не знаю, что это за гадость такая. Ну да ладно. В скором времени предстоит новое путешествие. Далекое путешествие. Сейчас объясню зачем. Нужно начинать делать фигель. Фигель это комок огнеупорной глины. Огнеупорная глина это графит и коалин. Если с графитом еще можно справиться. Так как он соседствует с углем, рядышком. А залежи угля мы открытые нашли. Можно там поковыряться. То коалин. Коалин это уже сложнее. Коалин можно найти только в земле. Но максимальная высота его залегания 100. А у нас здесь поверхность 86. Если вы видите. То есть надо искать горы. И в горах, как сказали, на югах. Можно найти открытые залежи коалином. И еще надо будет найти животных. Шерстяных. Потому что алькапи, которые здесь в лесу водятся. За шерстяное животное почему-то не катится. Почему, я не знаю. Хотя верблюжья шерсть довольно-таки хорошо ценится. А алькапи это тот же самый верболт. Почти. Поэтому надо будет идти туда. Где мы там были. Базальт. И там барашки были. Нужно сделать ниточки. И сделать рюкзак. И отправиться в путь. Так что кто может подсказать. Не надо на меня нападать. Подскажите пожалуйста, что это за гадость. И как от нее избавиться. Я уже перепробовал абсолютно все настройки. Но она почему-то меня все равно преследует. Нехорошая. Так что возвращаемся к стандарту. Готовимся и отправляемся в путь теста. Совсем недалеко от дома. Гуляют два барана. Так что барашки, вы меня извините. Я вас учу. Мне нужна ваша шкура. Да блин. Я думал раньше, что только коровы такие бешеные. Есть? Есть. Давай барашек еще один. Барашек. Да твою мать. Я понимаю, ты жить хочешь. Но мне нужна твоя шкура. Черник. Вторая броня. Ладно. Я чуть еще побегаю. Поищу. Может еще кто-нибудь встретится. Там еще барашка. Стоять. Да стой-то я тебя всего лишь убить. Хочешь ты кто? Тоже барашек. Ты баранка. Я не барашек. Ты тот, которого я бил. Да вашу жмашу, вы блин. Я всегда, честно говоря, думал, что только коровы бешеные, когда их допасит. Еще оказывается бараны смашлять. Готов. Кожа, 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 шкура, шкура, шкура. Мяса дофига, мне что мне с ним делать. Сколько у меня? Пять. Пять шкура, дохрена мясо. Джу-то собрал, коровую. Надо делать где-нибудь загончик. Ладно, я домой. Обрабатывать шкуры. Так я дома. Тут у меня кое-что жарится. Разобрались тут так. Мы сейчас сперва вот так вот сделаем. Отскоблим это все к чертовой матери. И нам нужно верить в но. О. Так, а ну брысь туда. Ты молотон. Никому нафиг не нужный. Так, так, так. Так. И вот так. О. Теперь. Берем палочку. Насаживаем эту штучку на палочку. И получаем верить в но. Берем верить в но. Берем нашу швер. И великиним. 40 ниточек. Теперь. Крест завершен. Завершен. Замечательно. Теперь что мы делаем? Где наша рюкзака? Так. Это что, обычные нитки надо? 16 обычных ниточек. Танини. 16. А у меня танины-то столько нету. А, есть. Берем 16 ниточек. Кидаем вот сюда. Закрываем. И получаем длинную нитку. По идее, обычные нитки. Зачем нам горшок? А горшок нам нужен, чтобы сделать вот так. Берем ведро. Засовываем вот сюда. Заливаем. Так. Где наши овощи? Так. Это жареное. Жареное нам нафиг не надо. О! Возьмем. Сырую крыльчатину. Мы возьмем. Капусточку. Один чесночок. Где наши овощи еще? Так. Чтобы еще туда морковочку одну закинем. И сделаем себе супчик. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. У нас готовится супчик. А для этого нам надо еще пойти деревяшек срубить. А то он, видите, уже потух. Или по звуку. А это нехорошо. Давай. Рубись. Спасибо, дорогой. Все срубил. Все срубил. Поехали. Поехали. Так, 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 так. И Махмуд поджигай. Так. Что нам надо еще? А еще нам надо сделать мисочки. 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 А где тут мисочки? Как вы делаете? Ага. Всего-то лишь. Пойдемте заберем остатки нашей глины. Вот так. Так, так, так. Так. О, две миски. Хорошо. О, как раз. Обожжем мисочки наши. Вот так. И опять Махмуд поджигай. О. И вернемся, когда все будет готово. Готовится. О, суп готов. Суп готов. Нам нужны миски. Чтобы их хавать. Ладно, подождем немножко. Так. Сейчас тут закончится. Разольем нашу... Возьмем с собой нормальную ножичку. Мотыгу. Потому что там, когда все это вырастет, я буду это все переделывать. О, готово. О, готово. Иди сюда. Ножичек. Раз. И мотышка два. Сейчас мы покушаем супчика вкусного. Так. О. Супчик. А давайте еще. О. Даже жизнь увеличивается. Сколько там еще осталось порт? Одна порция осталась, да? Давайте заберем пять дней. Договорить. А если мы спрячем сюда, закроем сколько? Один месяц будет жить. Так. Как там наши ниточки? О, 16 ниточек готово. И сюда ниточки. Теперь смотрим. Смотрим на наш рюкзачок более внимательно. Из чего ты состоишь? Давай сюда тебя повезти. Для начала сделаем бирочку. Это пять ниточек и одна бумажечка. Идем сюда. Берем одну бумажечку. Делаем одну бирочку. Вот так. Готово. Нам нужно еще три ниточки. Четыре кожи и сундучок. Да? Хорошо. Сейчас все будет. Так. Рюкзачок. Куда тебе спрятать? Он же мое. О. Нет. О. Рюкзачок. У нас теперь есть рюкзачок. Так. У нас появился еще один инвентарь. Теперь мы можем спокойно уходить в поход. Как я уже говорил. В поход я иду для того, чтобы найти Каолин. есть такая штучка. Каолин нам нужен. Ну, кроме Каолина нам еще много чего. Нам нужно сделать еще пару сундучков. У меня после всего этого это кто? Орех, дуб, клюн. Сейчас мы сделаем еще пару сундучков. Дуб. Мы не дубы. Дубы не мы. Вот так. Идем сюда. Так, 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 так. Четыре. Хорошо. Теперь как бы так нам сделать, чтобы... Давай. Да? Поможешь. Так, иди сюда. Давай сюда. Узнаю я вас. Вы как начнете падать? Нам падать? Вы падали. Нам не надо. О! Замечательно. Так. Так. Несколько мы сейчас будем обращаться аккуратно. Мы будем связать, потому что мы сейчас делаем еще пасеку. Пчелиный домик. На всякий, как говорится, случай. Но для этого нужны цветочки. Так. Давайте сюда поскидываем всякое барахло. В том числе и цветочки. Всякая вот эта вот гадость. Гадость сюда не скидывается. Мясо. Куча мяса, блин. Что нам с этим мясом делать? Так. Так. Так, так, так. Что еще мы туда скинем? Это скинем. Больше ничего не скидывается. Пока зубило скидываем. Один день. Один день. Значит, пошел вон. Это пока сюда. Это пока сюда. Так. Что мы делаем дальше? Чтобы найти Каулин, надо идти на восток. Ой, какой восток задний? На юг. Далеко на юг. Через море, океаны. Да, кстати, я когда тут гулял, я когда тут гулял, я нашел олово. Я нашел еще медь. Вот еще медь. Вот здесь вот я не отмечал, но здесь... А, вот оно. Золото. Это был просто капец. Там этих маленьких самородочков до горизонта. Просто жуть. Где-то я тут видел еще уголь. Я что, его не отметил? А, вот он. Еще открытое. Оно про железо я, наверное, уже говорил. Вот. А нам нужно на юг. И очень далеко на юг. Ладно. На юг мы отправимся за кадром. Сейчас давайте попробуем сделать пасеку. Как делается пасека? Так. Как делается пасека? Так. Это всякие канои. Раз. 10. 16. Сноб соломы. Получается деревянная пасека. Давайте посмотрим. Так. И сюда. И сюда. Сейчас мы тебя еще разрубим. Полин. Возвращайся. Ты нужен родине. Так. Есть. рам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Две штучки есть. Да. Нам нужна... А нам нужна всего одна солома. Так. Это говорят сюда. Это говорят сюда. А это, говорят, делается вот так. Мы получаем пасеку. Так. Товарищ пасека. Давай ты поставишь где-нибудь здесь. Я даже не знаю, как чтобы... Цветочков, говорят, тебе надо понасажать ему там. Иди сюда цветочек. Пусть. Куда-нибудь сюда поближе. Сколько там этих цветочков надо ей? Это кто? Голубая орхидея. Голубой василёк. Голубая орхидея. Куда я попал вообще? Люди, блин. Не каркай мне тут. Каркуш, блин. Ой. Нет. Не сюда, дурак. Да. Да. Сейчас мы тут виточков как-то понатыкаем. Не знаю, сколько там надо. Скорее, штучек 10. Так. Голубые васильки. Непонятного цвета. Рамка. Не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что-то появится. Горшочек забрать можно. Что-то жарит по-другому. Мы горшочек пока спрячем. Так. Зала-зала-зала-зала-зала. Зала-зала-зала-зала-зала. Так. С этим разобрались. Что дальше? Сейчас подумаем. Во. Мы мясо коптим. Как это делается? Чтобы закоптить мясо, нам его нужно сперва засолить. То есть, нам нужно сделать рассол. Если вы помните, мы когда делали кахар, вот, у нас получился уксус. Если уксус разбавить с водой, соленой водой получится рассол. Вот. У меня уже он тут есть. Как делается рассол? Рассол. Это соленая вода. Соленая вода. Это вода и соль. Пришлось бегать вокруг. Ой, ты нафиг. Нифига нету. Ну, не знаю. Потом разберем. У меня тут было пару мест с солью. Значит, в обычную воду запихиваем соль в соотношении 8 к 1 литру. Нам нужно 9 литров соленой воды. Когда вы получаете 9 литров соленой воды, вы добавляете 1 литр уксуса и получаете рассол. Дальше. Берем сырое мясо. Помещаем в рассол. И у нас получается мясо в рассоле. Ну, засоленное. Маринованное. И после этого делаем вот такую конструкцию. Два любых камушка или что-нибудь. Ну, не дерево. Дерево сгорит. Потом берем шерстяную нить. ПКМ. Ниточка устанавливается. Берем мясо. И на него... Вешаем на него мясо. И получаем перерез. 8 минут. Мы получаем копченое мясо. По идее, копченое мясо должно быть больше. В старых версиях там получалась фирма лайф. В старых версиях 1 к 6. То есть, в 6 раз. Чем больше костров, тем больше мяса мы можем закоптить. До гриля нам еще, конечно, далековато. Для этого нужно сделать сам гриль. Сам гриль делается уже из двух пластин в наковальне. поэтому мы сейчас попробуем это. В принципе, к походу у меня уже все готово. Ты офигел Сумасшедший Пофонарел, дядька Не надо мне тут Портить продукты Так Сразу добавим еще деревяшек Последних Две штучки И пусть Коптить Три минутки Посмотрим, как оно будет Если что, так О, а ну-ка мы попробуем Вот что Так Раненая баранина Если ее в рассол кинуть Это Ух, отрасло Засаливание Сейчас попробуем Если можно сделать Так И что от этого изменится Ладно, когда все будет готово Мы вернемся к вам И посмотрим результат Так И вот что у нас получилось Сперва Жареное мясо В рассоле Так и осталось Пять дней Единственное что Увеличилось Насыщение Увеличилось ли Так Десять Два с половиной Десять Два с половиной Нифига не Увеличилось А вот Сырое Мясо Сперва В рассол Потом Закоптить И мы получаем В течение Одного Месяца Если мы засунем Это все В бочку Мы получаем Что мясо Будет Копченое Жить Два Месяца А это Так и осталось В рассоле Так А ну-ка Вот что мы Сейчас Делаем С вами Нет Так уже Она Не Не Встанет Поэтому Лучше Всего Сырое Мясо Кидать В рассол После Чего Его Коптить Если Мы Хотим Ити В далекий Поход Так Что У нас Еще С едой Как я Уже Говорил Осталось Только Гриль Гриль Нам Пока Еще Не Доступен Чтобы Сделать Здесь Гриля Нигде Нет Да Здесь Только Есть Печка Печки Лавочки Как Это Обычная Коксовая Печь Чтобы Сделать Печку Обнакновенную Печка Обнакновенная Тут Нет Обыкновенной Печки Раньше Была В 1.12 Здесь Был отдельный Квест На Печерку Бьется В тесной Печерке Огонь Но Здесь Его Нет Где Можно Жарить Шпарить И так Далее Ладно Мальчики Девочки Я В дальний Дальний Путь С едой Мы тут Немножко Поэкспериментировали Мы Сделали Супчики Я Так Понял Что Мясо Лучше Коптить А для Этого Нужно Сделать Такую Вот Коптильню То Есть Несколько Этих Самых Кучку Костров И в нем Коптить Для этого Нужно Много Дерева Все Что Его Знает Выгодно Это Невыгодно Просто Пожарить Мясо Перед Походом И Его Мальчик Девочки Знает Один Месяц Один Месяц Не знаю Сколько Там Гриль Будет Готов Готовиться Б С ней Жить Пожевать Но С копчением Это так себе Удовольствие Разве Что Для Разнообразия Да Я еще Не сказал Как Уксус Сделать Или Говорил Нет Не говорил Мы Делали Ром Если В ром Добавить Фрукты У Меня Вот Видите Вот Здесь Вот Вот Тут Вот Была Бузина Это Бузина А Нет Ежевик И Вот Тут Отсюда Я Собрал Шесть Этих Самых Ежевичков Каждая Ежевика Каждая Ягода Дает Делается Ром Или Любой Другой Напиток Крепкий 250 Милли Бакетов Получается Уксуса Из одной Ягодки У меня Здесь Было 4 литра Я Добавил 6 У меня Оставалось Полтора Литра Уксуса Вот И Потом Уксус Уже С соленой Водой Получим Ростов Не Сложно Главное Соли Найти Побольше И Вот Я В задумчивости Делать Мясо Копченое Это Долго Это Долго И Я Не знаю Разве Что Для Разнообразия Тут Три Дня Всего Это Индейка Жить Будет В течении Одного Дня Так Где Мой Ростов Ростов Сделать Несложно Так Последний Эксперимент Сейчас Вернемся И посмотрим Сколько Запомнили Да День День Был Сейчас Засолим И посмотрим Изменится Что-то Не Изменится Сейчас Посмотрим Что Из этого Получилось Ничего Не Получилось Все Яйца Только В Профиль Если Тебя Съесть А если Тебя Еще Раз В Рассол Кинуть Ничего Не Будет Можно Просто Схавать Ладно Мальчики Девочки Я Пойду В Поход Сегодня Сейчас Этим Мы Закруглимся Немножко Немножко Поэкспериментировали С едой Дождь Чтоб Ты Был Здоров Вот С едой Поэкспериментировали О Черни Тебя Отдай Негодяй И не надо Ничего Пересаживать Все тут Растет Надо будет Разобраться Еще раз С пасекой Не хватает Цветов Сейчас Мы Тебе Еще Один Цветочек Так Это Не Цветочек О Вот Цветочек Так Так Это Не Цветочек Ну Иди Сюда Цветочек Сядь Сюда Поближе Пожалуйста О Цветов Десять Осталось Только ждать Ну Подождем Подождем И посмотрим Что из этого Всего Выйдет Вдруг Птелки Появят У нас Будет Мед А это Значит Воск А из Можно Сделать Много Чего Интересного Так Ладно Я В поход То Что Будет В походе Вы Увидите В следующей Серии На Сегодня Мы Закончим Едой Мы Разобрались Надо Будет Сделать Отдельно Где-то Коптильню Вот Уже Не Под Открытым Небом А Какую Небудь Отдельную И Коптить Мясо Наделать Рассо Вот В походе Если Солю Вижу Я Обязательно Буду Собирать Дождусь Когда Это Все Вырастет И Переделаю Полностью Здесь Весь Эти Огороды Вот А на этом Я с вами Попрощаюсь Всего Вам Хорошего Посмотрим Не знаю Всего Вам Поскольку У нас Бузина Живет Через дня Ну и Фиксей Комментируем Подсказываем Фирмы Life Я еще Так Глубоко Не Разбирался Среди Вас И Специалисты Гораздо Круче Чем Я А я В Поход Те Кто В Дискорде Могут Скажем Так В течение Сегодня Завтра Видеть Я буду Выкладывать Скрины Что я Там Находил Все Будет Там За кадр А Вам Всего Хорошего Мальчики Девочки Приятных Вам Выходных Вы Отдыхать А я Работать Всего Хорошего До Свидания